Предварительная причина пожара в степи Тамани, который произошел 9 сентября, не осторожность организации, которая жгла виноградную лозу. И это при том, что на Кубани действует особый противопожарный режим. Из-за засухи и сильного ветра костры до сих пор под строжайшим запретом. Сейчас идет установление степени ответственности. Почему именно когда был введен на территории и действовал особый противопожарный режим, а вот это мероприятие по сжиганию проводилось, и здесь уже будет деяние умышленное или же неосторожное. Пламя распространялось стремительно и перекинулось на дома. Без крыши над головой остались 37 человек. Сейчас они в пункте временного размещения. Ситуацию под личным контролем держит губернатор. В ближайшее время пострадавшим должны будут либо предоставить жилье, либо компенсацию на его приобретение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Рост пожаров, в том числе природных, практически во всех районах. В статистике МЧС 41 муниципалитет из 44. И в большинстве случаев виноваты люди. Наказание тем, кто провоцирует огненные ЧП, в крае необходимо максимально ужесточить, отметил Андрей Алексеенко. В виде там предупреждения, замечания, это вообще неприемлемо в принципе. Только наказывать рублен. Мало того, я здесь прошу поработать совместно нашим надзорным федеральным органам, посмотреть какие дополнительные меры могут быть на наказание, либо штрафов, примененных юридическим и физическим лицам, которые нанесли ущерб окружающей среде своими действиями, либо бездействиями. С начала года на Кубани произошло более 9 тысяч пожаров. В них погибли 150 человек, в том числе 4 ребенка. Однако роста смертности по сравнению с тем же периодом 2018 года нет. Вице-губернатор призвал принять все возможные меры, чтобы цифры, за которыми стоят человеческие жизни, не поползли вверх.